К нашему эфиру присоединяется Георгий Зантарая, глава комиссии атлетов Национального Олимпийского Комитета Украины. Георгий, приветствую вас в эфире. Добрый вечер, спасибо за приглашение. За кого будете болеть? За кого Украина будет болеть? Я уже, наверное, предвосхищу ваш вопрос, ответ, то есть на мой вопрос, что болеть будем за всех. Кто из наших атлетов, кто из наших олимпийцев имеет шансы на золото, если можно так сказать? Спасибо за вопрос. Болеть будем, естественно, за всю нашу страну, за каждого атлета, который сегодня есть. Каждый атлет – это герой. Почему? Потому что мы переживаем очень тяжелые времена. И все атлеты, которые сегодня есть, я думаю, что покажут достойный результат, чтобы представить нашу страну. Сделать максимум все для того, чтобы флаг нашей страны был на Олимпийском пьедестале каждый день. Правда, хорошо, что есть на Олимпиаде спортсмены, поддерживающие армию Украины. Хорошо, что нет спортсменов, которые поддерживают армию России. Или все-таки есть такие персонажи, вот о чем мы говорили в материалах, которые предваряли нашу с вами беседу? Ну, я хотел бы вам сказать, что представителей Украины-террориста не очень много. Это большое достижение всего Национального Олимпийского комитета, все спортивные спиняты нашей страны. Они максимально сделали все для того, чтобы их не было. Нас очень сильно поддерживает вся страна, очень много людей к нам подходит, очень много французов. Вчера на трибунах с нами была первая леди Америки, которая тоже подошла к нам, подошла, поздоровала, сказала, что очень сильно поддерживает нас, дальше тоже нас будут поддерживать. И таких людей очень много. Весь цивилизованный мир понимает, что сегодня Украина находится под геноцидом, и ей нужна максимальная поддержка. Скажите, вот в России власти запретили показывать Олимпиады по телевидению, ну и оскорбили этих самых 15 атлетов, которые выступают под нейтральным флагом. Вот как вам такой переход от России, самая спортивная страна, страна олимпийских чемпионов, до мы не будем показывать весь этот шабаш, а те, кто участвует в нем со стороны России, это негодяи и предатели. Или вот как вам такая смена позиций Российской Федерации? Я думаю, что многие жители этой страны не могут высказать свое мнение, а то, что вы озвучили, это мнение диктаторов, которое навязывается всему, всей их стране. Их нету, честно сказать, как меня, так и многих наших атлетов не интересует. Что показывают, что говорят. Сегодня нас мало это интересует, нас больше интересует результат нашей страны, чтобы наша страна была узнаваема, чтобы про нашу историю узнали все страны. И мы должны на Олимпийском, на Олимпийском таком большом форуме показать, что мы сильная страна, которая борется за мир, придерживаемся всех олимпийских принципов и боремся для того, чтобы спорт был чистый. Вот как глава комиссии атлетов Национального Олимпийского комитета, расскажите, как происходила подготовка, насколько это было сложно в условиях войны, кто помогал нашим атлетам готовиться? Наши атлеты готовились как за счет Федерации, за счет и Министерства спорта нашей страны, и Национального Олимпийского комитета. Все виды спорта готовились по-разному. Кто-то готовился в Украине, кто-то готовился за границей. Все зависит от условий проживания этих спортсменов. Кто жил, например, в Харькове, в Днепропетровске, где невозможно тренироваться, переезжали или в Киев, или за границу, куда нас приглашали наши международные друзья. Поэтому у каждого вида спорта своя специфика, свое место было подготовки. Можно детальнее? Вот вы сказали, что французы, представители других стран, поддерживают украинскую команду, поддерживают украинскую делегацию. В каком виде это происходит? Как такие эмоциональные впечатления наших атлетов, наших олимпийцев от присутствия во Франции на Олимпиаде? Все нам хлопают, все кричат. Сегодня, например, я пока ждал автобус. Мы, естественно, все в нашей национальной форме. К нам подошли представители Новой Зеландии, которые говорят, что мы вас поддерживаем, мы вас полностью поддерживаем, мы видим, что творится. Ну и, естественно, они начали говорить про страну-террориста, что их нельзя допускать и в таком ключе. Опять же, повторюсь, первая леди Америки увидела нас в форме и сразу подошла и сразу сказала, что все, что будет поддерживать дальше, она поддерживает, она понимает нашу ситуацию и будет все делать от себя возможное для того, чтобы наша страна побыстрее закончила выигрышем эту войну. Журналисты «Новой газеты Европы» подсчитали, что 77 спортсменов, российских спортсменов, будут выступать под флагами других стран. Они после полномасштабного вторжения России в Украину сменили гражданство, как это называется, сменили свое спортивное гражданство, да, можно ли так сказать. Ну и вот медали, которые они завоюют, пойдут в копилку тех стран, от которых они выступают. А можно ли с уверенностью сказать, что все эти 77 атлетов, или может быть у вас есть другая информация, такие уж противники агрессии России против Украины. Как это проверить? Как вообще осуществляется контроль? Вот о чем мы говорили. Международный олимпийский комитет проводил некий кастинг. Как это осуществлялось? Международный олимпийский комитет создал комиссию, которая исследовала всех спортсменов. Все спортсмены, которые были дотичны к войне, к армии и тому подобное, были исключены. Мы ожидали такого, но для нас это очень хорошо все получилось. Они реально исключили очень многих. Почему? Потому что перед этим были очень много соревнований, где Международные федерации допускали спортсменов, которые явно нарушают все принципы олимпийского движения. Поэтому Международный олимпийский комитет всех спортсменов, которые находятся в воинских структурах, исключили. Те 15 атлетов, которые сегодня участвуют в нейтральном статусе, не думаю, что у них будет хорошая жизнь, не думаю, что их будут ждать. Поэтому я не думаю, что после окончания Олимпийской пиады они поедут в ту страну, где вы говорите. Я думаю, что больше из них живет не в России, а живет в загранице. Поэтому я думаю, что их там не будет. Судя по тому, что я читаю в соцсетях отзывы по их выступлению, то, опять же повторюсь, не думаю, что им будет очень хорошо. Очень хорошо. Готовы устраивать диверсии в Европе. Согласно документам, россияне в начале этого года завербовали мужчину в Латвии, который по их инструкциям бросил коктейль Молотова в музее оккупации в Риге. Эта же команда подразделения ГРУ Российской Федерации руководила дезинформационной акцией в конце 23-го года, когда на фоне войны Израиля и Палестины группа граждан Молдовы разрисовала здания в Париже и пригородах звездами Давида. Встречалось ли вам, есть ли некие факты, которые были вы свидетелями, что Россия всячески пытается дискредитировать игры, оказать некое давление на гостей и их участников? Неизвестны ли вам такие факты или все-таки прошло мимо нашей команды? Я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Я не могу на него вам ответить, потому что наши спортсмены находятся в Олимпийской деревне. Это один из самых больших спортивных форумов в четырехлетии, поэтому я уверен, что французская сторона и Международный Олимпийский комитет здесь все сделал для того, чтобы наши атлеты и атлеты, которые сегодня живут в Олимпийской деревне и которые принимают участие в Париже на Олимпийских фигурах, были в безопасности. Георгий, спасибо огромное, что присоединились к нашему эфиру. Я напомню нашим телезрителям Георгий Зантера, глава комиссии атлетов Национального Олимпийского комитета Украины, был на связи с нашей студией. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова